Первое заседание Совета молодых следователей Брестской области, где сотрудники могли обсудить вопрос организации служебной деятельности и профессионального становления с опытными старшими коллегами, начальником управления Следственного комитета по Брестской области, руководителями структурных подразделений управления и представителями ветеранских организаций ведомства, состоялось. Беседа получилась очень продуктивно. Начальник управления Следственного комитета по Брестской области выслушал абсолютно каждого следователя, который присутствовал на этом заседании и разобрал с каждым следователем индивидуально в ходе личного общения абсолютно все вопросы, которые были перед ним поставлены. Все вопросы получили свое обсуждение и какую-то положительную эмоцию, оценку от следователей, молодых сотрудников. После открытого обсуждения важных тем сотрудники направились в знаковое место для каждого белоруса – мемориальный комплекс «Брестская крепость героя», чтобы возложить цветы к вечному огню и отдать дань памяти павшим героям Великой Отечественной войны, склонив головы в минуте молчания. Мы наградим молодых следователей, которые являлись победителями смотра конкурса «Лучшие молодые следователи Брестской области 2020 года». Это награждение состоится в музее Брестской крепости на священном для каждого белоруса земле. Ну и на это же мероприятие разрешены родители этих следователей, победители нашего конкурса. Хорошая возможность поблагодарить родителей за успехи их детей, которые, несмотря на незначительный период службы и достаточно маловый возраст, уже добились значительных успехов в служебной деятельности. Участников первого заседания Совета молодых следователей Брестской области 15, а победителей смотра конкурса всего 5. А потому церемония награждения, которая проходила на базе комплекса «Музей войны. Территория мира», была немноголюдной, но очень дружественной. Возможное уголовное дело правильно предназвратить стратегию дальнейших действий, условные лица, совершившие преступления, и они были застегнуты с частью похищенного в ассоциальном районе. Такую характеристику за раскрытое дело получил исследователь Пружанского районного отдела Следственного комитета Диана Кныш. Начальник управления Дмитрий Конопляник выразил признательность девушке за безукоризненное выполнение своих профессиональных обязанностей и пожелал ей карьерного роста. А родителям молодого специалиста вручил благодарственное письмо. Для нас, конечно, большая честь, что наш ребенок, во-первых, стал следователем, отучившись, она закончила кадетское училище, Академию МВД, стала следователем. Важно. Но как приятно, когда есть какие-то, понимаете, поощрения в виде даже вот такой награды. Приятно быть здесь. Сегодня день семьи. Мы всегда поддерживаем свою доченьку. Ну, естественно, рады за нее, за ее успехи. И любые родители были бы рады. А мы гордимся ей. Она наша гордость. Быть следователем – задача не из простых. Это на себе смогли уже вполне ощутить молодые специалисты. Но, несмотря на возникающие трудности, они с ними справляются так же успешно, как и с расследованием уголовных дел.